Здравствуйте, уважаемые, дорогие, любимые зрители, подписчики и гости канала! Всем бонжур! Давайте сейчас посмотрим, делать ли вам шаг или подождать, и какова будет реакция системы или человека, если вы шаг в отношении человека загадываете. В общем, загадывайте свое какое-то действие, загадывайте шаг, который вы хотите сделать, и выбирайте одну из шести позиций, ну, либо на несколько позиций можно несколько ваших шагов действий загадать. Кто хочет, может загадать определенный срок, то есть делать ли вам шаг в определенный срок, ну, и какая будет реакция, если вы этот срок сделали. Новая колода Таро у меня, которую я перед вами выложила и решила достать на этот вопрос. Секрет природы, как-то так она называется, я думаю, на русском, ну, или тайна природы, вот так вот. Итак, загадывайте свое действие и выбирайте свою позицию, ну, либо действия и позиции, соответственно. А я приступаю к трактовкам. Итак, для тех, кто выбрал первый вариант, делать шаг или подождать. Выпадает рыцарь чаш, угорь в этой колоде, он называется, собственно, вот здесь вот угорь изображен. Да, то есть, в принципе, дорога открыта, да, вот как вода, как река, раньше были реки, да, раньше пути, дороги, это были вот реки, да, водный путь буквально. То есть, здесь дорога открыта, карта рыцаря говорит о том, что да, можно спокойно делать шаг, да, пути открыты, вот вы вольны делать этот шаг, особенно если, да, если речь идет о любовных делах или вообще о каких-то эмоциях. Ну, либо даже если о, не только об эмоциях речь, если речь о каких-то подростках, да, вот о какой-то юности, молодости, что-то с этим связано. Здесь, в принципе, тоже все пути открыты, все дороги открыты. Ну и вообще, да, на все, чтобы вы не загадали, карта говорит, да, попробуйте сделать шаг этот, да, в загаданный срок, если срок загадали. И какая будет реакция? Здесь выпадает двойка, двойка камней или двойка пентаклей, да, два зайца дерутся, как мы видим здесь, да, карта называется вызов, то есть ваши действия будут неким вызовом для той стороны или для некой системы, если вы к системе обращаетесь, да, к недушевленному или к одушевленному. Здесь ваши действия будут восприняты как вызов и, возможно, вас ждет такой вот некий поединок, некое противоборство или просто некий спор какой-то. Но, как известно, в споре рождается истина, так что, в принципе, шаг благоприятный, и, ну, да, можете этот шаг сделать, даже если вы с кем-то поспорите на эту тему, все равно, я думаю, здесь победа будет за вами, да, и в любом случае вы получите какой-то опыт, да, вы получите какое-то продвижение, развитие ситуации, да, просто вот какое-то развитие, да, даже если ваш шаг будет для кого-то вызовом, да, соперничеством каким-то. То есть если вы посягаете на что-то, на чьи-то права, да, или заявляете свои права, здесь вот может это обернуться небольшой такой вот конфронтацией, но я думаю, вам это все равно будет на пользу, так или иначе. То есть вариант, в принципе, оптимистичный, даже если вы встретите какое-то сопротивление, да, или у вас появится какой-то соперник, да, иногда правильно, молния только что блеснула в небе, сейчас дождь идет, гром, вот, молния только что блеснула в небе, когда я сказала слово «соперник», то есть вот внезапно, может быть, у вас некий соперник появится, но узнать об этом тоже иногда нужно, да, то есть это иногда необходимо, и вот соперничество такое, да, спор, конфликт, это, ну, тоже имеет, да, значение, это и хороший опыт, и, ну, да, что не убьет, то сделает сильнее, в общем, сильнее, активнее, развитие вы по этой позиции точно станете, когда сделаете вот этот шаг. То есть позиция, в принципе, хорошая, не бойтесь, идите вперед, дерзайте, все у вас, в общем-то, получится, я думаю, рано или поздно. Все, счастья вам, любви, гармонии, удачи, победы в этом споре каком-то, если он у вас возникнет. А я перехожу к следующей, ко второй позиции. Итак, для тех, кто выбрал второй вариант, стоит ли делать шаг в загаданный срок, если срок загадывали, или подождать. Двойка луков выпадает, то бишь двойка мечей, да, несправедливость, называется эта карта, несправедливость, беззаконие, да, кривда, неправда, вот все, что с этим связано. Пожалуй, нет, пожалуй, не стоит вам делать этот шаг, потому что, ну, либо к вам как-то, ну, хотя, да, давайте вторую карту посмотрим насчет, да, насчет реакции системы или человека. Ну, да, выпадает рыцарь, рыцарь Пентакли, да, мне кажется, так это называется, а, нет, 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 вру, выпадает рыцарь, рыцарь Жезлов, да. Лиса эта карта означает, то есть вот либо действительно к вам, либо к вам будет несправедливое отношение, если вы этот шаг сделаете, да, то есть вот некая несправедливость, проявленная к вам, либо этот шаг с вашей стороны будет воспринят как какая-то несправедливость, как какая-то буквально хитрость, да, хитрость, лиса символ хитрости, то есть, возможно, человек вас несправедливо, или система, да, несправедливо обвинит в какой-то хитрости, да, вот в каких-то уловках, в манипуляциях, вот такой вот здесь вариант. Пожалуй, то есть, короче говоря, Этот вариант по обеим этим картам говорит, что, пожалуй, не стоит, по крайней мере, в загаданный срок лучше не рискуйте, особенно, может быть, если это дело связано с деньгами, да, здесь вот мы видим лук, на луке с обеих сторон подвешены две чаши, да, такие импровизированные весы, собственно, на одной чаше весов перышко, а на другой чаше весов золото, то есть вот если золото, да, если о деньгах здесь речь, монетки какие-то, то, наверное, лучше не, да, ну, лучше не рисковать деньгами, вот так можно сказать, если у вас, наоборот, да, совершенно не меркантильные какие-то цели, да, не меркантильная мотивация, скажем так, да, у вас нету никаких вот, ну, да, финансовых там своих каких-то интересов, какой-то выгоды, если у вас нету, эту выгоду могут усмотреть, да, то есть та сторона, да, либо человек, к которому вы обращаетесь, либо система некая, к которой вы обращаетесь, может увидеть какую-то выгоду, что вы делаете, короче говоря, это ради выгоды, а не от чистого сердца. Это, конечно, будет несправедливо, может быть, в вашем случае, но вот так оно, да, карты здесь так показывают, то есть лучше не надо в загаданный срок, если срок загадали, если срока не загадали, ну, я думаю, что это где-то неделя, да, вот недельный срок, да, лучше, лучше не трогать этот вопрос, лучше ничего не делать, не проявлять инициативы. Смотрите, как интересно, здесь один лук вверху, а вот в виде этих весов импровизированных другой лук внизу, да, и она с одной стороны беременная девушка, да, с другой стороны девушка на фемиду похожая, да, с завязанными глазами попирает лук одной ногой, да, вот, то есть какая-то сторона в споре, да, какая-то сторона здесь будет попрана буквально, может быть. Если речь о судебных делах, да, я не знаю, вот, наверное, лучше вам не инициировать никаких тяжб, никаких судебных дел, судебных мероприятий, потому что вот здесь у нас фемида беременная, то есть пока, да, причем уже на таком большом сроке, можно сказать, то есть пока она вынашивает вот это правильное решение, да, то есть пока не нужно. Вот дождитесь, да, дождитесь, да, дождитесь, когда это правильное решение будет выношено и, собственно, родится, да, вот, то есть не торопитесь, сейчас делать ничего не нужно. Еще какой момент у меня идет насчет реакции по этому самому рыцарю, насчет реакции у меня здесь такое странное еще ощущение, у кого-то оно, может быть, проиграется, подтвердится. Может быть, если вы загадали человека, может быть, человек покажет, что он как-то вами недоволен, что вы как-то неправильно поступили тем, что сделали вот этот шаг, да, но здесь можно сказать, да, вот эту вот лису можно на этого загаданного человека или на систему спроецировать. То есть если человек выразит вам какое-то свое недовольство, какое-то свое фи, может быть, он сделает это не совсем искренне, не совсем честно. То есть от человека вы тоже можете получить обман, то есть, да, вот эта вот негативная реакция может быть обманом с его стороны, а на самом деле он, может быть, ну, будет спокойно к вам относиться, да, может быть, даже рад будет. Если, допустим, вы хотите, да, загадали что-то, связанное с выходом на связь, да, связанное с каким-то шагом в отношении человека, вот человек может так как-то или закрыться, или как-то строго вас так пожурить, что вы что-то неправильно сделали, но на самом деле, в принципе, он будет доволен и, в принципе, он будет сам, да, сам себе на уме. Вот так вот можно сказать, да. Ну, не знаю, лучше, наверное, не лезть к нему, пока он там в таком состоянии, да, пока он сам себе на уме, да, вот лучше его оставить в покое, чтобы, ну, чтобы он вам не врал, да, не лгал так откровенно в глаза уж. Вот, то есть, ну, подождите, может быть, пока человек будет в адекватном состоянии, когда он будет готов принять ваши какие-то тёплые чувства, да, ваше какое-то проявление в отношении него. Вот, то есть, сейчас человек пока просто не готов, и он будет выдавать вам ложную реакцию, вот, можно так сказать, да, ложную реакцию вы от человека получите, и это может вас только запутать по-лишнему, поэтому, да, лучше вы не делайте шагов, чтобы не получить что-то неправильное, да, что-то неадекватное от человека, чтобы он вас не запутывал, поэтому оставьте его в покое, подождите хотя бы недельку, ну, или хотя бы загаданный срок, если вы загадывали срок. Всё, пожалуй, я постаралась объяснить этот вариант максимально полно и максимально полно, вот, копнуть все мотивации, все возможные, да, варианты развития ситуации. Счастья вам, любви, гармонии, тем не менее, пусть у вас всё будет хорошо, а я перехожу к следующей, к третьей позиции, к третьему варианту. Итак, для тех, кто выбрал третий вариант, делать шаг вам или подождать в загаданный срок, может быть, и какова будет реакция. 21-й старший аркан мир, он называется, мировое дерево здесь, это карта, да, буквально мы видим дерево, ну, ответ да, однозначно, буквально мы видим дерево, которое, с одной стороны, является домом, типа дом хоббита с маленькой дверкой, да, перед домом лабиринт такой, да, вот эти вот лабиринты древние, они отсылают нас к символу солнца, да, то есть вот можно сказать, что в этой карте мир содержится некий, да, как вот некое место силы, да, некое благословение, некое, да, некий вот, как это, отсыл, да, отсыл, закос, хотел сказать, да, но закос сюда слово не очень подходит, некая отсылка к символу солнца, к месту силы, да, я вот в таких вот лабиринтах, ну, импровизированных, да, из камешков выложенных ходила, да, в одной стране ездила туда отдыхать, и там вот такое вот место силы, остров один очень интересный, да, действительно классный остров, классное место, такая нетронутая первозданная природа, и вот там вот выложено, да, вот это солнышко выложено из камней, и вот ты проходишь по этому лабиринту, и ты действительно набираешься сил, когда вот этот круг весь проходишь, да, сначала внутрь, а потом обратно, вот, то есть, возможно, да, и еще, да, еще один символ, кстати, интересный, что вот это дерево, мировое дерево, оно изображает фактически все четыре времени года, весна, лето, осень и зиму, то есть вот круг вот это, да, круг рождения, круг смерти, то здесь у вас, возможно, идет завершение ситуации, да, идет какое-то решение, вот когда камень с души свалился, да, вот когда вот сделал, закончил дело, сделал дело, гуляй смело, вот такая вот замечательная здесь карта, которая говорит, да, что вам стоит это сделать, этот шаг, потому что это будет вот некое завершение, ну, либо, если не завершение, а, ну, какой-то вот цикл в любом случае здесь у вас, ну, так или иначе, не знаю уж каким образом, да, может быть, вы, наоборот, начало каких-то действий загадали, а тут получится, что вы вот этим началом завершите какой-то цикл вашей жизни, с одной стороны, и получите такую вот силу, получите некое благословение энергетическое на дальнейшее развитие, да, может быть, вы, ну, сделав это дело, поймете, что у вас и силы появились, и что новый какой-то этап в вашей жизни начался, вот, да, как интересно, ну, давайте посмотрим, да, реакцию системы, реакцию человека, тройка кубков здесь упадает, эта карта называется радость буквально, ну, что, я вас поздравляю, будете потом еще праздновать с этим человеком, или с этой системой, то есть радость вас ждет, да, и с той стороны, со стороны того, кто реагирует, да, кому ваше действие направлено, здесь будет радость буквально выражена, возможно, если этот человек, вы еще с ним вместе это отметите, вместе там пойдете в кафешку, что-нибудь выпьете там на радостях, ну, либо просто очень хорошо, вот, да, осчастливите друг друга буквально вот этим, вот, то есть, ваше это действие осчастливит и вас, и вашего человека загаданного, и вы вместе порадуетесь. Поскольку здесь нарисовано три аиста, мне кажется, что, да, что-то типа аистов, какие-то такие птички, мне кажется, что если здесь речь идет о детях, либо о новых новостях, да, вот аист, который ребеночка приносит, если как-то это связано с этим, с новостями какими-то, с чем-то новым, с детьми, здесь это будет очень благоприятно, и, может быть, здесь вы порадуете не только себя и того партнера, с которым вы взаимодействуете, но еще и некое третье лицо, да, скажете, ну, давай, ребеночка-то сделаем, вот, и когда ребеночек у вас появится, он скажет, что, как он очень, да, как он рад, что вы его все-таки сделали и будете радоваться вместе, ну, я утрирую, но здесь, возможно, радость на троих, что называется, да, еще третье некое лицо, кроме вот этого вашего контрагента, вы здесь можете порадовать, вот, да, и все втроем вместе это потом отметить можете, очень весело, хорошо и приятно, и вот в таком тесном кругу, да, в тесном кругу друзей, когда все, ну, вот, очень рада, что это все случилось, и когда все вот друг на друга обращены, можно сказать, вот, такой вот здесь замечательный вариант, так что, да, реакция будет очень радостной, очень счастливой, и вы потом все это дело еще отметите и сами себе скажете спасибо, вот, да, кто загадал действительно детский вопрос, того ждет, собственно, может быть, да, завершение такой вот холостяцкой, одинокой жизни, да, по карте завершения, и некое начало, когда вы из двойки станете тройкой, может быть, да, вот тройка кубков здесь так и проигрывается, тройка чаш, да, то есть буквально проиграется. Все, пожалуй, счастье вам, любви, гармонии, вариант говорит, да, вариант обещает вам большую радость от того, что вы сделаете этот шаг. Освобождение, я бы даже сказала, да, которое вы потом с кем-нибудь еще отметите на троих. Вот, удачи вам, я перехожу к следующей, к четвертой позиции. Итак, для тех, кто выбрал четвертый вариант, делать вам шаг или подождать, и какова будет реакция. Делать шаг, пятерка, луков здесь выпадает, расширение возможностей, да, расширение сил, вот так называется эта карта. Я думаю, она вам видна, да, с одной стороны это творческое начало, а с другой стороны, в общем, ну, это, конечно, четверка мечей, но здесь карта обещает большую радость, да, большие новые возможности. То есть, в принципе, в загаданный срок вы можете это действие совершить, да, можете, вот, если не побоитесь, что называется, да, можете рискнуть, вы получите новые возможности в перспективе в связи с этим действием, да. Иногда везет тому, кто везет, да, под лежачий камень вода не течет, вам нужно действовать, чтобы получить какие-то новые возможности. Я бы вот так вот сказала, да, прекращать уже вот эту вот паузу, да, прекращать паузу, прекращать ситуацию застоя, нужно действовать, нужно буквально вот обретать силу. Здесь очень интересно, да, с одной стороны, да, четыре лука лежат, да, с одной стороны, может быть, это будут луки ваших врагов, да, которые будут сложены к вашим ногам, знамена ваших врагов, которые сложены к вашим ногам. Вот здесь некий, да, некий образ человека нарисован, я думаю, вы его видите, да. То есть, с одной стороны, это момент творчества, да, то есть, любые творческие проекты, любые начинания будут для вас благоприятны по этой карте, да. То есть, вот момент творчества здесь идет, да, то есть, буквально вот изобразительное искусство или еще какое-то искусство, да, или какое-то созидание, какое-то творение, какое-то отражение жизни, да, или вообще развитие какой-то жизни с новыми возможностями и перспективами, осмысление жизни, вот это все сюда подходит. Во-вторых, здесь вот этот самый нарисованный человек, он аж, да, у него все руки заняты, он в этих руках держит аж целых два оружия. То есть, помимо тех возможностей, которые у вас уже есть, вы получите еще какие-то новые возможности, прокаченные возможности, да, какое-то новое вооружение, да, новые вот силы вы здесь получите. То есть, у него здесь палец некая и лук, да, и чем вы, куда мне к умным или красивым, чем мне воспользоваться, палец или луком. Еще будете думать, какую именно возможность вам применить. Но, согласитесь, это здорово, да, и круто, когда можно, не вот ты, да, одним способом решаешь проблему, решаешь ситуацию, а когда у тебя есть целый вариант возможностей, ну, как минимум две возможности, ты можешь и той, и той возможностью пользоваться для того, чтобы решить эту свою проблему. Короче, вы поняли, да, то есть, какую-то дополнительную возможность вы здесь получите для решения этого вопроса. Ну, и посмотрите, у него тут, да, собственно, возбужден у нас здесь товарищ нарисован, да, возбужденный товарищ у нас здесь нарисован, изображен. То есть, буквально физическую силу вы здесь тоже получите. Если вы ждете вот такой вот примерно реакции с той стороны, может быть, и такую реакцию вы тоже получите в отношении вас, да, то есть, возбуждение, сила, потенция, да, прекрасная суда, это все тоже подходит. Ну, давайте, собственно, уже к реакции-то перейдем, да, если вы вот что-то такое загадали, да, что к вам лично относится, то вот, пожалуйста, вам символ, да, символ реакции, сила, символ вашей силы, вашей потенции, можно сказать. На реакцию с той стороны выпадает девятка чаш. Так, сейчас я вспомню, как это переводится. Ну, да, реакция будет хорошая, реакция будет положительная, реакция будет вот что-то связанное с щедростью, да, то есть, это щедрость, это некое благословение. То есть, человек будет очень рад, человек, может быть, ну, действительно проникнется к вами каким-то влечением, влечением какими-то чувствами, да, и, возможно, он вот, ну, и рад будет не только вам, но рад будет и себе, да, ну, или человек, или система. То есть, человек, система сам в себе будет рад. То есть, даже если вам не, он не покажет вот этой своей радостной реакции, да, вот будет сидеть, мечтать, фантазировать и будет вот очень доволен, скажем так, да. Возможно, он вот эти ваши действия, загаданный человек поставит в заслугу себе, что какой он молодец, да, что вы проявили эти действия, что вы сделали этот шаг. Ну, это уже как бы частности, да, это уже его личное дело, что он там в себе в заслугу поставит. Вот, в любом случае, реакция будет очень радостная, очень позитивная, да, обещающая вам некое расширение возможностей с одной стороны, с другой стороны, вот, да, даже не то, что благословение, а вот благословение, ну, может быть, да, снисхождение и вот какие-то бенефиции, забыла слово, да, не могу вспомнить, вот, благосклонность, вот, вспомнить, на букву Б, благосклонность к вам, то есть благосклонно, радостно это будет принято, да, человек, может быть, немножко корону на себя наденет при этом, даже если будет молчать, да, даже если будет сам упиваться тем, что вы это сделали и какой он молодец, что вы наконец-то решили это сделать. Ну, в любом случае, реакция будет хорошая, положительная, да, и даже если, ну, да, даже если, что он там, что бы он там себе не думал по этому поводу, он будет рад. Ну, и вообще система, если вы какие-то действия загадали, связанные с системой, да, подачи документов, решение какого-то вопроса, реакция системы тоже будет благосклонной, и дело будет решено в вашу пользу, если вы, вот, рискнете и примените какие-то возможности, которые у вас сейчас есть, они повлекут для вас расширение возможностей, да, то есть реализованные возможности сейчас повлекут новые возможности в будущем для решения вот этого вопроса. Ну, все, пожалуй, счастья вам, любви, гармонии, пусть у вас этот вариант сбудется, он мне понравился, понравился такие же вариант, да, сильный такой вот, сильный, мощный вариант, перспективный, устремленный в будущее и радостный, причем даже для вас, да, вот такое впечатление, что для вас, вот, тут важна даже не реакция, да, системы или человека, что именно для вас вот этот вариант важен, то есть вам важно вот это сделать, чтобы получить развитие, да, получить движение, получить новые возможности, а человек, ну, вот, да, интровертно он там порадуется, сам, может быть, в себе, да, помечтает, помедитирует, ну, и бог с ним, что называется, да, а вы получите новый путь, новое развитие, новые дороги, новые, новое оружие какое-то, да, новые инструменты, вот, да, даже не оружие, которым можно кого-то ранить, а новые инструменты действий. Все по этому варианту. Удачи вам, счастья, любви, гармонии, я перехожу к следующей, к пятой, к пятой позиции. Итак, для тех, кто выбрал пятый вариант, делать ли вам шаг или подождать загаданный срок, и какая будет реакция человека или системы. Рыцарь камней, то бишь рыцарь пентаклей или лошадь, да, лошадь Пржевальского буквально мы здесь видим. Ну, пожалуй, да, карта хорошая, карта буквально активности, продвижения, карта свободы, да, лошадь – это, в общем-то, символ свободы, такой вот, да, неоседланная лошадь, дикая лошадь Пржевальского. То есть попробуйте, попробуйте, делайте, рискните, попробуйте сделать это так, вот как вы того себе можете позволить, как вы того хотите, да, вот как некая неоседланная лошадь, ну и пусть, что вам кто-то, ну, да, пусть, что кто-то вас, может быть, лошадью обзовет, но самое главное, что вы мчитесь вперед и не знаете преград, да, вы делаете, вы, самое главное, реализуете себя, реализуете свою волю, делайте то, что вы хотите, делайте вот то, что вам нравится, то, что вам дает силы, то, что вас развивает, то, что вас продвигает вперед. Вот карта говорит однозначно, да, что двигаетесь, действуете. Кстати, да, пентаклевая масть, в принципе, да, так-то уж, если переводить, пентаклевая масть говорит о том, что, ну, может быть, да, сама ситуация будет развиваться не так быстро, как вам бы того хотелось, да, но, может быть, этот ритм для вас будет вполне даже приемлемым, да, то есть ситуация не пойдет слишком быстро, чересчур быстро, но вы поймете, что вот оно идет в том ритме, в каком это должно идти, с одной стороны. И финансовые приобретения, финансовые начинания, финансовые всякие подарки здесь тоже возможны, здесь, ну, благоприятно для финансовой сферы эта карта. И давайте посмотрим реакцию все-таки человека, среды или к кому вы там обращаетесь. Ну что, я вас поздравляю, еще одна пентаклевая карта, и ни много ни мало, это туз пентаклей, туз камней здесь выпадает, и называется эта карта основание жизни, да, вот фундамент жизни, основание жизни. То есть действительно для вас откроются новые возможности, начнется, может быть, какое-то новое дело, может быть, действительно большие финансовые возможности перед вами откроются в связи с тем, что вы позволите вот наконец-то себе сделать этот шаг, позволите себе вот себя как-то здесь выразить, именно так, как вам хочется выразить, как вы сами считаете нужным эту ситуацию, разрешить, да, как вы сами сочтете нужным этот шаг сделать, вот именно тем способом, который вы сочтете правильным, вот так и нужно действовать. Вариант очень хороший, вариант перспективный, вариант, ну, сулит вам, повлечет за собой новое начало, материальное начало прежде всего, да, буквально вот основание жизни, то есть возможно кто-то, да, если там загадали квартиру, загадали какие-то материальные вопросы, которые вот такие являются краеугольным камнем в вашей жизни, да, то есть вот вам срочно нужно решить этот финансовый или материальный вопрос, чтобы вот начать жить, да, начать жить наконец-то уже, а не ждать, когда же ты жить-то начнешь уже, вот, начать жить, начать жить так, как вы хотите, да, начать вот развиваться, да, начать какое-то свое дело, бизнес, да, совместную жизнь, все что угодно, да, какое-то предприятие денежное, финансовое, да, или которое упирается в деньги и финансы, да, вот что-то, что может упираться в деньги и финансы. Вот здесь вот эта карта говорит, что да, действуйте, дерзайте, вы получите эти возможности, получите деньги, получите новое развитие, новое начало, этот вопрос для вас будет очень перспективным, этот вопрос решится, да, и вы, в общем, да, получите новую жизнь буквально с тем, что вы рискнете, вы будете действовать вот тем способом, который вы сами изберете, да, на то, на что вы хотите, вы направите свою энергию. Ну, короче, вы поняли, да, Ту Спинтакли говорит, да, однозначно, и с той стороны будет замечательная и хорошая реакция. Да, почему-то у меня идет ощущение, что это сколько реакции не со стороны человека, а сколько реакция вот со стороны системы. То есть, если какое-то мероприятие, там, ипотека, финансовые вопросы, вопросы недвижимости, вот такие вот, да, вопросы, вот здесь это будет однозначно решено, и вы получите то, что вы ждете, того, то, чего вы хотите, хотите, да, чего вы хотите, то, что, ну, станет фундаментом вашей будущей новой жизни, можно сказать. Со стороны человека здесь тоже хорошая положительная реакция, если вы вдруг человека загадали. Здесь человек поймет, что новые перспективы перед вами открываются, да, либо в ваших отношениях, либо, в принципе, вы такой вот очень перспективный человек. И здесь этот загаданный, если вы загадывали человека, может вам давать даже какие-то бенефиции, преференции, может как-то помогать, да, поделиться с вами какими-то своими ресурсами, чтобы поддержать вот эти ваши начинания. Ну вот, пожалуй, все, да. Счастливо, лаконично, да, и очень конструктивно, да, и с большой материальной отдачей, с большими материальными перспективами. Вот такой вот здесь вариант. Счастья вам, любви, гармонии. Желаю вам сбычи этого варианта, этой мечты, я бы сказала, начала новой жизни, да, и финансовых возможностей, финансовых средств для начала этой новой жизни, да, или какого-то нового предприятия, дела, возобновления отношений, может быть, и все, что связано с чем-то новым, да, с материальными ресурсами, и вообще с основанием жизни, да, то, что является краеугольным камнем вашей жизни или ваших отношений. Все, счастья вам, любви, гармонии, замечательный, прекрасный, чудесный вариант. Пусть он у вас сбудется, удачи вам. И я перехожу к следующей, к последней, шестой позиции. Итак, для тех, кто выбрал шестой вариант, последняя, шестая позиция, так, да, стоит ли вам делать шаг, забыла, так обрадовалась на прошлом варианте, что забыла название, стоит ли вам делать шаг или подождать, может быть, в загаданный срок, и какова будет реакция человека или системы, если вы ждете таковой реакции. Восьмерка, чаш, здесь выпадает, и карта здесь называется рождение, перерождение, да, рождение заново. Карта говорит, да, однозначно, здесь вас действительно ждет перерождение, наполнение новой энергии, новое начало, да, это наше любимое словосочетание, новое начало. Ну, мне вот очень нравится визуальная трактовка, да, во-первых, это вот огромное такое, да, водопадик такой небольшой среди камней, огромное такое вот озеро, разлив, да, Ленин в разливе, в шалаше, и эти восемь кубков, восемь чаш изображены как некие три чаши, которые льют воду в огромный большой чан, да, в большую чашу. Опять же, да, вспоминаем тройку чаш, символ, да, друзей, символ радости, символ какого-то объединения сил, эмоций, усилий, да, я бы сказала. Ну, да, одна чаша большая, это у нас туз, туз чаш, это вообще любовь, новое начало, да, эмоции, полнота эмоций, глубина эмоций, глубина чувств, рождение, да, вот, ребёнок, всё, что связано с новым началом, с новостями какими-то. И, да, вот тройка чаш, как люди, да, вот, усилия людей наполняют одну большую чашу, начинают новое рождение, начинают какую-то деятельность. То есть, возможно, здесь речь идёт не только о вас, а ещё и о других третьих лицах, которые связаны с этой ситуацией. Возможно, это результат ваших усилий, да, совместных, и этот результат принесёт свои плоды, то есть новое начало вы здесь получите, добьётесь, вот, да, как бы, ну, да, ваша совместная деятельность добьётся, добьётся цели, да, попадёт в цель, можно сказать, наполнит одну большую чашу. И вот эта одна большая чаша, она вот аккурат, да, аккурат питает некие четыре чаши. Помните, четвёрка чаш – это символ разочарования, да, символ «ничего не хочу» и «новые возможности мне не нужны», «шеф, всё пропало», «ничего не получится», да, символ такой вот апатии эмоциональной, символ отсутствия энтузиазма. То есть вот эти, да, короче говоря, совместная деятельность приведёт к новому развитию, новому началу, и это новое начало вас вдохновит, да, наполнит буквально, вот, заполнит какую-то пустоту внутри вас, да, то есть новые силы, новые эмоции, новые перспективы, да, новую мотивацию вы здесь можете получить, да, вот это неверие какое-то, да, отсутствие надежды, отсутствие перспектив, оно от вас уйдёт, ну, или от тех лиц, которые с этим связаны, да. То есть вот здесь, наверное, мне почему-то кажется, что здесь смысл даже не в достижении какой-то общей совместной цели, да, вот смысл вот этого действия, а главный такой глубинный смысл будет в том, чтобы поверить в себя, поверить в возможности, да, вновь вдохновиться как-то, вновь наполнится энергией в отношении этого действия, да, поверить в будущее, поверить вот в перспективы какие-то, да, то есть вот эта четвёрка чаш, она здесь будет наполнена, и вот утоление какой-то внутренней жажды, да, заполнение внутренней пустоты, может быть, да, новые надежды, понимание, что не всё потеряно, да, не всё потеряно, как это, шеф, всё пропало, всё пропало. Нет, не всё пропало, есть новые возможности, новые варианты, и самое главное, чтобы у вас было желание, чтобы вы, ну, не боялись двигаться вперёд, да, не боялись неудач, вот, пожалуй, этому здесь учит эта карта восьмёрка чаш. Ну, давайте посмотрим, какая же там будет реакция с той стороны, да, так, четвёрка луков, да, по-моему, так она называется, или четвёрка, ну, четвёрка жезлов, короче говоря, четвёрка жезлов, празднование, отмечание какое-то вас ждёт, то есть буквально здесь вас ждёт праздник, и с той стороны, да, той стороне это ваше действие тоже принесёт большой праздник, большую радость. Если вы загадали транзакцию действия какое-то в отношении системы, то есть какие-то, допустим, да, какие-то юридические вопросы, вопросы брака, вопросы семьи, вопросы ещё какие-то, да, бюрократические какие-то вопросы, здесь вы будете, да, вы получите положительный ответ по этой позиции в загаданный срок, если будете действовать, да, ну, или в ближайшее время, и вы будете в кругу семьи радоваться, отмечать вот это положительное решение, положительный ответ системы для вас, да, то есть буквально большая радость, такая вот огненная, яркая карта, то есть буквально праздник у вас будет после того, как вы получите положительный ответ на вот эти свои действия, причём праздник совместный с кем-то, либо с теми людьми, с которыми вы участвовали во всей истории в этом мероприятии. Кстати говоря, может быть здесь не вы и двое неких людей, да, соучастников ваших, может быть вы три, четвёртый, простите, да, то есть вокруг вас три какие-то персоны, которые вас поддерживают, вдохновляют, и вы четвёртая, да, ну, четвёртая, но вот вы тут краеугольный камень, от вас тут должна идти инициатива, вы тут должны эти действия осуществлять, и в итоге вы вот вчетвером и будете это всё дело праздновать. Если вы загадали человека, и действие направлено на человека, то, возможно, здесь вы будете праздновать вот нечто, да, вместе с этим человеком. То есть поздравите его там с днём рождения или ещё с чем-то, с каким-то праздником, и вместе и отпразднуете. Ну, либо, по крайней мере, поднимите друг другу настроение и разделите вот это настроение. У меня молния за окном блестит, да, дождь идёт, поэтому воспринимая вот эту молнию, которая только что сверкнула аж дважды подряд, я воспринимаю вот как некое такое благословение, да, что вы с этим человеком разделите вот эту радость, да, вот этот праздник буквально. Вот, ну всё, пожалуй, замечательный вариант. Если речь о семье, о каких-то семейных вопросах, может быть, вы с этим человеком хотите семьёй стать, здесь, пожалуй, он тоже этому очень обрадуется, да, и если идёт конфликт какой-то, да, если идёт, был какой-то разлад, кто-то от кого-то пытался уйти, да, если кто-то, ну, уже как бы потерял надежду на восстановление отношений, здесь идёт восстановление отношений, воссоединение, праздник, да, и после вот этой какой-то разлуки, да, после разлада, после периода паузы, может быть, или, да, кто-то пытался уйти, но не смог, да, вы, кстати, если человек пытался от вас уйти, попробуйте его вернуть этими своими какими-то действиями, вот тут вот он, натосковавшись по вам, я бы сказала, обрадуется, что вы к нему вернулись, да, что у вас всё хорошо, что вы на него не злитесь, да, не дуетесь, не обижаетесь, и уйдёт, да, у этого человека тоже может уйти вот это чувство, что всё пропало, да, чувство безысходности, чувство, да, отсутствия возможностей, возможностей может здесь уйти, и оно сменится праздником буквально, соскучится по вам, и, наконец-то, вот, обрадуется и, наконец-то, с вами воссоединиться и что-то вместе отпразднует, да, вот это ваше воссоединение, примирение. Всё, пожалуй, короче говоря, всё, что могла я здесь, все варианты, что я здесь увидела, я вам рассказала и озвучила, пусть у вас всё будет хорошо, пусть этот вариант у вас проигрывается, классный, да, замечательный вариант, в общем, всё у вас впереди, новые возможности, новое рождение, поэтому вариант у вас ждёт, и с той стороны буквально праздник будет, да, как реакция на эти ваши действия, ну, либо вы с какими-то друзьями, с семьёй, с единомышленниками будете отмечать вот эту победу, это новое начало, появление для вас этих новых возможностей, если речь идёт о, ну, каком-то бюрократическом вопросе, или, да, если речь идёт о взаимодействии с какой-то системой. Всё, пожалуй, счастья вам, любви и гармонии, пусть этот вариант проигрывается так вот, замечательно и прекрасно, пусть праздник вас ждёт совместный, и сближение с близкими вам людьми, если вы то загадали на этот вариант. Спасибо вам за просмотр, спасибо картам, было очень интересно. Всем спасибо, всем счастливо, всем пока!